Хочу разыграть среди вас топовый аккаунт, с вас все лишь обязательно быть подписчиком моего канала, поставить здесь огромный лайк и написать любой комментарий. Сегодня я вам дам перевод видеоролика Joy Billing HDM, он является одним из разработчиков FIFA Mobile. Большое спасибо моим подписчикам за помощь с переводом данного текста. HDM является сотрудником EA Sports, он сам принял участие в разработке и сейчас показывает какой у них будет вид. Это не значит, что все, что он говорит, будет в новом режиме, что-то может быть изменено, но сама суть такова. В игре будет добавлено 32 официально квалифицированных команд, которые примут участие в чемпионате мира, а также 16 команд, которые не смогли попасть сюда. Нам дадут поначалу 3 бесплатных пака, из которых мы и сможем собрать команду. Потом нам нужно будет проходить кампанию, чемпионата мира, со всеми официальными стадиями, как в настоящем турнире, и при хорошей игре сможем попасть в финал. Картинка в процессе может поменяться. У нас будут 3 линии для прохождения со своими индивидуальными наградами. Наградой будут игроки той же сборной, за которой мы будем играть в этом режиме. Для каждой стадии нам нужно будет собрать команду одной национальности, все большей и большей рейтингом. И в конечном счете вам нужен будет 100 плюс состав. Это как обычная кампания. Мы будем играть против компьютера, а не реального соперника. Чем дальше мы пройдем, тем сложнее будут соперники и круче награда. В процессе мы можем поменять сборную и начать собирать и проходить другую. И при этом прежнее прохождение сохранится. Так что можно спокойно переключиться и наслаждаться разными командами. Мы можем поменять команды, играть и получать награды за данную команду. Это будут монеты, предметы из чемпионата мира и билеты. Данный режим появится 6 числа. Мы сами все очень ждем этот режим, так что осталось немного. Во время своего обзора Джоблин повторял постоянно те же самые фразы. Можно сказать то, что у него была частая тавтология. Поведаю вам еще одну трактовку от известного ютубера. На днях в игре появится режим чемпионата мира. Это отдельный режим самой FIFA, где нас ждут другие составы, турниры, СБЧ, режим атаки, поединки и так далее. Также этот режим нам подарит новые СБЧ, с которыми можно поймать новых эксклюзивных кумиров, легендарных игроков, как на консолях. У нас будет отдельная новая кампания и лайв события, связанные с чемпионатом мира. У нас по сути будет та же самая FIFA, просто с национальными командами. У нас также будет левел, который скрывается именно под нашим ником. Левел чемпионата мира режима. Где нам надо достичь вершины прокачаться. Сам разработчик АМТН для внесения ясности сказал, что этот режим будет как отдельная игра в игре. Мы можем менять режим, играть в обе режима и наслаждаться игрой. Оно будет как на консоли, бесплатный загружаемый контент. Никаких сбросов не будет, бояться не нужно. В новом режиме нас ждут 6 новых экстра сквадов. У нас там будет нулевой баланс. Все надо будет собрать заново. Так что не надо заранее накапливать монеты. Монеты обычной версии в счет не идут. Вы начнете там игру сначала с нулевым балансом, но уже с игроками национальной команды. В игре будет 48 сборных, 32 квалификации и 16 неквалификации. Игроки из тех 16 команд не будут как обычные игроки чемпионата мира. Но мы все же можем играть, болеть за них и поставить их в лого. Как только мы начнем играть, нам дадут новых игроков, которые непродаваемы. А также тут работают навыки. Так что не нужно будет радить много монет на прокачку навыков. Ту сборную, которую вы выберете, вначале будет основным. Нам дадут оттуда 11 игроков, но потом мы можем создавать еще 5 составов. Я надеюсь, вам эта информация пригодилась. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, а также написать какой-то приятный комментарий. Ну и что вы думаете насчет чемпионата мира. С вами был Хекседа, ваш Лоткапуста. И всем до скорых встреч. Всем пока.